Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас брифинг, который, безусловно, приурочен к очень важным минувшим событиям, ведь вчера мы подводили итоги вместе с всем сообществом трейдеров, итоги двухдневного седания американского регулятора. И, безусловно, это событие оказало серьезное влияние на финансовые облачивания АФРС. Мы поговорим, я думаю, как и всегда говорим, но сейчас сделаем на Федрезерв больше акцент, потому что именно динамика доллара вчера стала основным катализатором для рынка Форекса и прочих инструментов, которые торгуются, собственно, в связке с ним. Тем не менее, помимо доллара у нас было еще несколько героев фундаментальных в течение дня. Это нефтянка, это канадский доллар по поводу новых подробностей относительно переговороческого процесса по НАПТО. И, безусловно, еще и британец, который, в принципе, сегодня сам у себя, скажем, подхватывает инициативу по интересным движениям и эстафеты вот этих мощных волатильных торгов, которые мы, скорее всего, будем наблюдать, поскольку на повестке текущей торговой сессии, собственно, целый блок статистики британского происхождения. Если статистика особо вас не интересует, но уж тогда не может точно не интересовать заседание Банк Англии, которое состоится сегодня, голосование по ставке, по объему выкупа активов, пересмотра прогнозов экономического роста и инфляции, но и конкретика, которую мы непременно получим относительно того, что же нас ждет примерно в мае уже со стороны этого регулятора относительно процентных ставок. Ну, я думаю, что до конца этой недели фонд останется среди тех инструментов, которые нас вдохновляют на покупку отдельных рисковых активов, ну, прежде всего, фунта, и будут способствовать тому, чтобы у нас в связи с этим было припойненное настроение, потому что британец в списке наших длинных позиций, поскольку фонд мы покупаем, мы только за эту неделю пара фунт-доллар сделала уже больше 200 пунктов роста, не говоря уже о потенциале, который сохраняется по восходящей динамике сегодня, и приуроченном, собственно, к тому экономическому календарю, который Абхазия уже сейчас обрисала. Ну, давайте сначала поговорим о насущном. Это то, что происходит на рынке нефти, которая продолжает бить в локальный максимум, и только, это многонедельные максимумы, и тренды такие за короткие промежутки времени, мы снова прибавили около 2%, и потом вернулись, подошли к сопротивлению 70 долларов за Абхазию. Ну, в этой связи хочется сказать, что, может быть, мы несколько недооценили те рискинги политического характера, связанные с Ближним Востоком, которые сейчас вот являются основным топочным таким материалом для того, чтобы котировки росли. И анализируя вчерашнюю торговую сессию, мы лишь можем констатировать то, что, ну, видимо, покупатели сейчас активно и бодро себя чувствуют, потому что видят эту эскалацию напряженности в отношениях Саудской Аравии и Ирана, и здесь в качестве третейского судья, а с другой стороны, возмутители о спокойствии являются еще Соединенные Штаты Америки. Ну, и, конечно же, на повестке вчерашнего дня был отчет от Администрации Инвестической Информации по запасам объема нефтедобычи. Вот, чтобы далеко не отходить от статистики, что мы увидели по факту цифр? Мы рассчитывали снова, исходя из сезонности, поработать со статистикой Санакам Плюс. В то же время запасы нефти, друзья, снизились на 2,6 миллиона баррелей. Прогноз был рост на 2,5 миллиона. Но довольно редкое явление, такое подтверждение, скажем, данных происходит на рынке, когда официальные данные совпадают с оценкой Американского института нефтевоторника. Собственно, данное агентство сообщило также о снижении запасов на 2,5 миллиона. Что здесь расходится? Ну, конечно же, мы по-прежнему рассчитывали на то, что сезонный факт технического обслуживания будет способствовать тому, что запасы нефтепродуктов и египтянки должны расти. Но сейчас запасы снизились. Я думаю, что объяснить это можно только лишь внезапным увеличением загрузки производственных мощностей, либо сокращением импорта. Но, опять же, я хочу отметить, что довольно странно сейчас наблюдать такие явления, поэтому лучше к статистике по запасам отнестись не как к новой реальности, а как к случайному такому отчету, который не меняет тенденцию и не должен опровоцировать нас на пересмотр такого отношения к будущим показателям по запасам углеводородов, в данном случае нефтепродуктов. То есть запасы, ну да, возможно, они повлияли на рост цен на нефть, но все же, наверное, рынок больше продолжает вариться вот в геополитике, а именно в отношениях Саульской Аравии и Ирана, и США. В частности, накануне мы говорили о том, что основным катализатором для котировок нефти выступила, собственно, встреча принца Саульской Аравии Мухаммеда Салмана с президентом США Дональдом Трампом. И эту встречу тут же развернули как риск для усиления такой жесткой позиции США в отношении Ирана, потому что в последнее время мы сталкивались с определенными сообщениями, которые не были подтверждены о том, что несмотря на действующую сделку по заморозке ядерной программы, Иран работает над ней. И, может быть, визит как раз был приурочен Саульской Аравии США к этому, чтобы попробовать убедить США, чтобы те снова вернулись к международной сделке, возможно, разорвали бы эти договоренности и снова ввели санкции в отношения Ирана. Пока что официальных, скажем, итогов протокола по этой встрече не было. И на рынке, конечно же, нет сообщений пока что о том, что США готовы ввести санкции против Ирана. Но как риск самодеянный. Эта идея актуальна. И мы, как трейдеры, оценивающие фундамент, должны работать с этой татальной новостной картиной и понимать, что на рынке действительно есть то, что может простимулировать еще больше рост котировок. Но в отношении нефти я не очень люблю торговать на ожиданиях. Лучше отрабатывать и работать с фактом, с цифрами. И параллельно рассчитывая все-таки еще на благоразумие Трампа, что он не начнет ворошить прошлое и поднимать вопросы, связанные с несостоятельностью международной сделки по ядерной программе, все-таки не поддержит вот эти рыночные ожидания, не ведет санкции и не станет причиной, за которую рынок не засчитается больше полумиллиона баррелей в сутки по предложению. А вот что касается цифр, на которые мы сейчас имеем право сделать большую ставку, это динамика роста нефтедобычи. Я, признаюсь, рассчитывал на то, что если мы по факту вчерашнего отчета получим подтверждение того, что производство нефти снова выросло в Штатах, это может ослабить активность покупателей и все-таки вернуть на рынок продавцов. Но мы пока этого особо не видим, хотя статистика нас не разочаровала. Прирост нефтедобычи составил около 20 тысяч баррелей, точнее 26 тысяч, и совокупный объем добычи в Штатах уже больше, чем 10,4 миллиона. То есть очередной исторический рекордный максимум. И показатель, снова позволяющий нам спекулировать на близости Штатов к позиции, наверное, один по совокупному объему добычи, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями. Возможно, друзья, сегодня продавцы будут более уверены в своих силах, и я думаю, что непременно они отыграют эту статистику по росту нефтедобычи, как только у них появится возможность в меньшей степени уже обращать внимание на вот эти геополитические риски, которые сейчас являются колоссальной такой премией для онифтянки. Я думаю, что произойдет это уже в ближайшее время. Возможно, сегодня, завтра, завтра уж точно после такой коррекции мы можем рассчитывать после такого восстановительного движения на нисходящую тенденцию, потому что пятница у нас традиционно еще связана с эффектом пятницы, когда трейдеры перед выходными закрывают ордера. Поэтому я думаю, что рынок все-таки распродадут до конца этой недели. Ну и, конечно же, завтра у нас Бейкер-Хьюз, количество нефтяных терминалов, где с большой долей вероятности мы снова можем увидеть прирост их числа. Рубль 56.90. Приятно осознавать тот факт, что рубль не особо укрепляется даже на фоне роста цен на нефть. Я думаю, что рубль, как уже было отмечено ранее, действительно сейчас более-менее рядом со справедливыми значениями. Ну и вчера нужно понимать, что по факту решения ФРС мы видели рост доходности американских облигаций, а рост доходности трейдж-рис как самых надежных бумаг, которые существуют в мире. И трейдж-рис лабости валют развивающихся стран, потому что если мы начинаем разбирать и оценивать ситуацию того, насколько привлекательны, скажем, инвестирования в бумаги США, либо в бумаги развивающихся рынков, сможем прийти к выводу о том, что если растут облигации по штатам, казначейские бумаги, значит, снижается положительный спект доходности между инструментами развивающихся рынков и развитых рынков. И трейдеры делают ставку в пользу более качественных и надежных инструментов, то есть дают предпочтение американским бумагам. Соответственно, приток средств облигации, что продиктовано высокими показателями доходности, способствует оттягиванию ликвидности с развивающихся рынков. Это довольно насущная проблема для России. Я думаю, что эта проблема предстанет для рубля в совершенно новом свете чуть позже в этом году, когда те же самые десятилетние трейджерис будут котироваться выше 3%. До этого, друзья, еще, точнее, не так уж и долго, поскольку по факту вчерашнего решения ФРС мы уже видим сейчас доходности на максимуме за больше, чем последние полтора месяца, и облигации десятилетки сейчас находятся на отметке 2,93 уже, до 3% совсем рукой подать. Поэтому по рублю нужно сохранять, на мой взгляд, длинные позиции, точнее, по доллару против российской валюты, и, как и раньше, ждать 58-59. Доллар японская, иена, все сначала складывалось так, как мы с вами спланировали, так, как нам бы хотелось видеть, потому что мы видели, как менялись настроения перед заседанием ФРС, как доллар начинал прессинговать. Вот сейчас тоже сделаю ремарку, что давайте рассмотрим все-таки заседание ФРС с позиции влияния на курс доллара, а не на то, как доллар очувствовал себя против защитных и рисковых инструментов. Просто поговорим о долларе. Заседание ФРС, решение о ставке было заранее спрогнозировано, было заранее заложено в цену, и никто, в прямом смысле, не сомневался, то, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов до 1.75. И в данном случае, как когда отметила Джанет Йеллен, решения будут ровно такими, как рассчитывает рынок, потому что ФРС не хочет провоцировать волатильность и турбулентность на площадках. Решение было таким, как ожидали. Ставку подняли. Для доллара пока что все складывалось неплохо, и какие-то признаки даже роста он начал показывать. Я, честно говоря, этому обрадовался, потому что наконец-таки мы увидели укрепление курса доллара. Дальше вышли протоколы, по сути, ну точнее даже не протоколы, а сопроводительные тезисы, которые являются, скажем, общими заметками оценки экономической ситуации, связанными с решением о принятом по ставке. И эти тезисы тоже были довольно оптимистичны в ключе, потому что мы услышали об улучшении экономической ситуации, об улучшении перспектив, о более сильных макроэкономических данных, о прогнозах экономического роста, стабилизации инфляции и рынке труда, которые продолжают прогрессировать и о сбалансированных рисках. В общем, это то, что еще больше поддержало интерес к доллару. Однако потом началось под Джером Паул, который уже, скажем, вошел в историю как первый председатель пресс, который на своем же первом заседании поднан в процентную ставку. Джером Паул разочаровал трейдеру, потому что в отношении инфляции он не озвучил ту оптимистичную позицию, которую придерживалась Джанет Хигери, поскольку Джером Паул не использовал формулировку того, что инфляция будет расти, постепенно приближаясь к цели. На окроте, он отметил, что лично не видит признаков для ускорения показателей инфляции и считает то, что как минимум этот индекс будет стабилизироваться рядом с текущими значениями. Ну и всех же, конечно же, интересовал вопрос, сколько раз ставки будут повышены еще в этом году. Помимо этого решения мы с вами поддались вот этому позитиву, который на рынке появился и рассчитывали на то, что ФРС допустит еще три аналогичных действия до конца этого года. Но Джером Паул отметил, что помимо этого решения до конца этого года представители ФРС единоклассно пока склоняются в пользу двух повышений процентной ставки. Нас изначально действительно больше интересовала именно позиция американского регулятора по темпам нормализации денежно-кредитной политики. И мы рассчитывали на прогноз четырех повышений вместо трех, а в итоге вернулись к прежним ожиданиям, которые мы использовали еще в конце прошлого года. Ожиданием того, что темпы повышения ставки будут высокими, но не такими, как хотелось бы видеть. И это рынок, собственно, разочаровало. Доллар японской иена снизилась, слабость американского доллара тут же использовалась рискованная актива для улучшения собственных позиций. Но в отношении доллара и японской иены я хочу отметить еще одно событие, которое уже под заново, скажем, совсем дня пришло на рынок. Это со ссылкой на комментарий Стивена Манучина, главного казначея, министра финансов в США, о том, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему продолжают работать относительно тех действий, которые могут быть приняты по импортным тарифам для Акитар. И то, что до сих пор это решение не озвучено, и Трамп не подписался под этим документом, так это только потому, что США искренне верят, что в прямом смысле буквально сейчас Китай, осознавая все риски, попробует начать договариваться. И если, скажем, участники вот этого потенциального переговорческого процесса США и Китай все-таки сядут за стол переговоров, они смогут найти какое-то компромиссное начало, которое позволит с минимальными негативными последствиями для Китая все-таки принять тот факт, что дефицит торгового баланса США действительно должен сокращать. Но США готовы послушать, какие, скажем, меры для этого, какие методы того, как это осуществить, может предложить Китай с минимальными потерями для себя. Все-таки, с одной стороны, действительно прагматичная позиция, весьма адекватный подход, но, с другой стороны, я все-таки предлагаю поставить на импульсивность Трампа и возможность внезапного принятия таких решений, тем более, что Китай до сих пор не предложил ничего того, что можно было обсудить по этому вопросу. Поэтому вопрос санкций, он остается, точнее, про тарифы по открытым, и, соответственно, доллар и японская иена в связи с такими рисковыми событиями все же пока будет далека от тенденции, которую хотелось бы увидеть многим покупателям доллара, то есть тенденция роста. Пока на рынке есть этот риск, у японской валюты будет больше шансов, чтобы упрощить свои позиции. Что касается других инструментов фунт против доллара, мы продолжаем отыгрывать политические моменты, факты, достигнутых договоренностей по переходному производству сроком на два года до декабря 2020 года. Говорили мы уже о том, к чему это приведет, в чем будет участвовать Англия, в чем не будет участвовать, что получит, что не получит. Но пока что потенциал роста еще не исчерпан. Даже он не исчерпан, несмотря на то, что за последние несколько дней пара фунт-доллара выросла на 200 пунктов, даже больше. Если говорить про текущие патировки, наверное, уже 220-230 пунктов. Почему потенциал не исчерпан? Потому что хочется получить больше подробностей относительно этого переходного процесса. И эти подробности мы получим с вами завтра, после того, как будут подведены итоги заседания Европейского Совета, где как раз и будут обсуждаться эти моменты. Я думаю, что рынок и, скажем, эта новость еще сможет развить дополнительные ралли, поспособствовать появлению новой волны спроса на британцев. Поэтому пару фунт-доллар я предлагаю держать и ставить на прежние максимумы, которых мы ориентировались еще давно. Но это чуть ли не в районе 1.45-1.47. Плюс ко всему, сегодня, как я уже отметил, у нас на повестке заседания Банка Англии, на фоне последних отчетов, которые мы анализировали, в последнее время вероятность того, что ставку поднимут уже по итогам мая, выросла. И когда-то мы в конце года говорили о том, что вероятность повышения ставки в мае текущего года около 15%. Сейчас мы уже говорим о вероятности чуть ли не в 65-70%. И рынок всерьез начинает закладываться под возможность даже двух повышений ставки до конца этого года. То есть по фунту у нас локальный слабый доллар. У нас ожидание, что сегодня мы увидим пересмотренные прогнозы по экономическому росту, по инфляции. И сегодня мы услышим комментарии о серьезной подготовке и проработке плана поднятия ставки Банком Англии в мае. И политика, которая остается еще одним фактором поддержки, потому что завтра мы ждем подробностей по переходам к Брэкзиту. И, соответственно, до конца этой недели было бы совсем идеально, чтобы мы смогли подобраться к планке 1.43. Я пока эти надежды не теряю. Доллар-канадец продолжает отличаться мощным движением. Правда, это движение, которое предполагает бодрость канадца и слабости доллара. Ну, с одной стороны, по доллару мы уже поговорили, с чем может быть связано это слабление. Но все-таки основная причина такой нисходящей динамики вчера по USDCAD выступила именно укрепление канадской валюты. А укрепление канадской валюты произошло после того, как на рынке появились сообщения о том, что Канада и США достигли договоренности по новому, новоформатному, скажем, соглашению НАПР, то есть Североамериканского торгового альянса. Я был крайне удивлен тому, что даже велись переговоры, то, что вот сейчас должны были быть приняты какие-то решения. Вроде бы как с повесткой мы уже знакомы, следующий раунд переговоров должен был пройти, мне кажется, еще даже не раньше, чем через две недели. В то же время эта новость настолько лично меня поразила, что я не поленился. Друзья, я нашел эту статью, которая появилась в канадской прессе, да, со ссылкой на чиновников, на, можно сказать, главного переговорщика по соглашению НАПР, которое сейчас находится в Вашингтоне. И в целом, вы знаете, рынок, на мой взгляд, неправильно и не совсем адекватно отреагировал на те сообщения, которые на рынке появились, потому что в той статье, которая вот и придала, собственно, импульс этому обсуждению, было совершенно другое сказано. И эта статья, если дословный перевод со ссылкой на этого чиновника, то, что переговоры движутся вперед, и лично он весьма оптимистичен в том, что в ближайшее время США и Канада смогут договориться по многим спорным вопросам. И особый оптимизм касается спорного момента относительно автомобильной промышленности. Никаких договоренностей, только лишь ожидание того, что что-то будет позитивное в будущем. Но, согласитесь, вряд ли это тот фундамент, который достоин, чтобы его можно было очень хорошо отыграть, особенно на долгосрочной основе. Поэтому риск нафт, он еще актуален. И не нужно осчитать вот эти сообщения о том, что договоренности достигнуты, как правда они еще не достигнуты, процесс переговоров продолжается. Просто Канада искренне верит в то, что ей удастся сломить вот эту гордую позицию США, и все-таки выторговать и для себя какие-то преференции. Ну, не думаю, что это будет, потому что Трамп пока крайне негативным в ключе высказывался. А нафта считает то, что это соглашение стоило американским домохозяйствам, скажем, потери больше четверти, скажем, рабочих мест. Это довольно жесткие заявления именно по этому поводу передуманной кампании. Он всячески выступал против того, чтобы это соглашение действовало дальше. И одной, между прочим, из инициатив, которая была отмечена, окончательно разорвать его. Поэтому, ссылаясь на эти ожидания и понимая, что Трамп все-таки человек, который может быть испорит компромиссу, ну, наверное, не в этих вопросах. Я считаю, что для канадца сохраняется еще риск коррекции. Мы ждем с вами еще завтрашний блок статистики по Канаде. Я надеюсь, что это те данные, которые смогут развернуть все-таки пару. И ждем отката также котировок нефти, как я уже отмечу. Поэтому по USD-каду, ну, я еще держу длинные позиции, потому что верю в то, что пара с большей вероятностью, отталкиваясь от текущих котировок, будет двигаться в район, скажем, 1,35, меньше, чем 1,25. И сегодня, говоря про содержание и повестку экономического календаря в 21.45, нас ждет выступление заместителя управляющего Банка Канады Каролины Билкинс. Я думаю, что мы можем поставить на нее, на ее комментарии о том, что процентные ставки не будут повышаться активно, как до этого многие полагали. И это тоже как событие, которое может развернуть пару USD-кад. В общем, надежды отношения к нации я также не теряю. В Новозеландии ставку без изменений 1,75%. При этом в ходе выступления представителей Резервного банка Новой Зеландии вообще не поднимались вопросы по обменным курсам. Поэтому новозеландец отреагировал ростом только потому, что ослаб курсы доллара. А по австралийцу сегодня мы видим уже распродажи, потому что буквально несколько часов назад вышли данные по рынку труда. Занятость снизилась с 5,6%, точнее с 5,6% до 5,5%. Точнее, наоборот, с 5,5% выросло до 5,6%. И уровень занятости вырос на 17,5 тысяч. То есть 17,5 тысяч новых рабочих мест прогноз был гораздо выше. Рынок труда остается явно довольно мрачным. И это тоже одна из проблем, о которой нам говорил Резервный банк Австралии. Поэтому далеко можно сделать выводы о том, какой политике будет удерживаться дальше данный регулятор и что может произойти способом в связи с этим. То есть австралийцы тоже вместе с новозеландцем пока сохраняются в, скажем, поле тех позиций, которые мы удерживаем через sell, то есть через продажу. Друзья, ну на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, особенно тем, кто смог на те время присоединиться к прямому эфиру через перископ. Соответственно, увидимся мы завтра уже с вами в 9.30 по московскому времени и будем говорить о том, что же на рынке произойдет сегодня. Желаю вам хорошей, прибыльной торговой сессии. До завтра. Всего доброго. До свидания.